Этот день День В зрелые годы ощущение праздника немного угасает, и памятный день становится лишь меткой на жизненном пути, своеобразным километровым столбиком, накажущейся нам бесконечной дороги, где-то вдали сливающейся с голубым небосводом. Всем нам отмерен свой путь, длина которого, вопреки здравому смыслу, не зависит от прожитых лет, а исчисляется полученным жизненным опытом и мудростью, которая приобретается человеком на протяжении всей жизни. День С первого раза Именно на себя, не на автомобиль и его возможности, а на то, как в одной и той же ситуации повел я себя спустя три года. На этот раз, благополучно выбравшись из коварной ямы, решаю двигаться дальше. Сильный ветер и легкий морозец сделали нахождение на открытом пространстве невыносимым. Мгновенно сковывало дыхание, благо хоть немного помогала маска. О том, чтобы надеяться на свои следы по возвращении обратно, не могло быть и речи. Правда, и уехать хоть сколько-нибудь далеко мне не удалось. Вскоре автомобиль вновь начал зарываться в снег. Нас не удерживал, а глубина снежного покрова в отдельных местах доходила до метра. Ехать, что говорится, на лопате в такую погоду было бы неразумным. Освободившись из очередного снежного плена, решаю не испытывать более судьбу и не тратить попусту силы. Как ведет себя автомобиль на этом снежном насти, мне уже стало понятно. Нас не держит, а ветер мгновенно заметает рыхлым гранулированным снегом натоптанную шинами колею. Пешая разведка показала, что до желаемой цели, хоть и осталось несколько сот метров, ехать до нее придется очень долго. Подветренная сторона скопила весь снег сдуваемой с равнины. За окошком хозяйничает бродяга ветер. Ароматно пахнет летом, медленно остывающий в кружке чай. На вопрос, что я здесь делаю, давно уж перестал искать я ответ. С годами вопрос этот утратил свое былое значение. На смену ему пришли другие, один из которых связан с днем, который случается в жизни каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как пел крокодил Гена из мультфильма «Чебурашка», день рождения, к сожалению, случается лишь раз в году. По сложившимся устоям мы следуем словам этой песни, даже не задумываясь, так ли оно на самом деле. Увы, много времени потребовалось мне, чтобы понять, как слепо мы следуем навязанным правилам, лишая себя радости жизни. Если задуматься, то само выражение «день рождения» ошибочно с самого начала, ведь родиться человек может и ночью. Да и вообще большой вопрос, правильно ли мы определяем отсчетную точку нашего рождения, по сути, выкидывая те девять месяцев, что находились в утробе матери. Уверен, что все эти вопросы уже поднимались не единожды, и наверняка голосовой помощник Алиса или Сири знают ответы и на эти вопросы. Но очень не хочется становиться заложником шаблонных ответов. «День рождения» Одно из интересных наблюдений, которые я сделал за годы своей жизни, заключается в том, что возраст не показатель мудрости и успеха. Свойство всего земного – это стремление к состоянию покоя. Человек не исключение. Всю жизнь стремится он найти свою зону комфорта, стабильную работу, определенный круг друзей, домашний уют и распланированный на ближайший месяц или даже год график жизни. С годами это стремление лишь усиливается, а любое отклонение вызывает у нас неприятие и напряженность. Мы не знаем, как вести себя в непривычной ситуации. У нас нет сценария, нас этому не учили. Поэтому нужно приложить усилия, чтобы получить новые знания, опыт, необходимые в данный момент. Гораздо проще не покидать свою зону комфорта. Так думают многие. Поэтому мудрость таких людей не подкрепляется новым опытом. Немало времени потребовалось мне, чтобы понять все то, что сейчас кажется таким очевидным, и это полностью моя вина. Я сегодня – это результат моих действий или бездействия, а не то, что со мной случилось под действием внешних обстоятельств. Поэтому глупо роптать на судьбу. Напротив, я благодарен ей за все. За каждую трудность, за каждого человека, который встретился на моем пути. Неважно, что он после себя оставил – свет и добро, или боль и разочарование. Любая встреча не случайна. Я благодарен родителям, подарившим эту жизнь, и отдавшим много сил и бессонных ночей за мой крепкий сон и покой. Поддерживавшим меня за руки, когда я учился ходить, и зеленкой замазывавшим синяки и ссадины, когда я падал, чтобы встать вновь и попробовать сделать еще один шаг, сквозь слезы и боль глядя на одобряющие улыбки на лицах мамы и папы. Всем нам отмерен свой путь. Длина его, вопреки здравому смыслу, не зависит от прожитых лет, а исчисляется полученным жизненным опытом и мудростью, приобретаемым на протяжении всей жизни. Годы спустя, быть может, иначе взгляну я на все, о чем размышлял сегодня. Но сейчас, в моменте, я вижу вещи в том свете из той ступеньки, на которой нахожусь сейчас. Следующий шаг и следующая ступенька откроют мне то новое и неизведанное, что недоступно сегодня. И это мгновение, состояние, этот день станет очередным днем моего рождения, наполненным чувством радости и эйфории от понимания этой жизни и от достижения еще одной маленькой цели на долгом, но коротком пути к своей миссии. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА